Армяне рассчитывают на Париж. Как бы им снова не ошибиться, последняя антиазербайджанская резолюция и Сената Франции, это невразумительный по своему содержанию, не имеющий юридического обоснования и не создающий никаких ни политических, ни правовых последствий документ. Он не только не окажет никакого воздействия на позицию Евросоюза или ООН, но даже правительство самой Франции вряд ли отреагирует серьезно на этот документ. Особенно в части, касающейся санкций, которые может иметь серьезные последствия и для интересов французского бизнеса в Азербайджане, и для двусторонних отношений. Это просто сотрясение воздуха. Об этом сказал в комментарии Дэй. Эйзи-политолог, депутат Мили Меджли Сарасим Мусабеков. По мнению Мусабекова, очевидно, что после очередного телефонного разговора Макрона с президентом Азербайджана, для Парижа стало очевидным, что принимать его ни в каком варианте как посредников. Урегулирование с Арменией Азербайджан не намерен. После этого Франция, видимо, окончательно определилась в роли лоббиста армянских интересов, государства, которое будет давить на Баку, чтобы оказать какую-то политическую поддержку Еревану. Насколько эта политика принесет Франции дивиденды и нарастит любовь к ней в Армении, сказать сложно. А вот остатки, если неуважения, то готовности вести дело с этой страной после появления подобного рода резолюций, в Азербайджане Франция может потерять. 60% всех внешнеэкономических связей в нашем регионе у Франции завязаны на Азербайджане, не на Армении или Грузии. Именно Азербайджан является привлекательным рынком для французских компаний, именно в нашей стране работает крупнейшая французская энергокомпания Total. Если Париж хочет все это перечеркнуть, то, как говорится, вольному воле, нет ничего такого, что вместо французов не могли бы предоставить нам такие партнеры Азербайджана, как Великобритания, Италия, Германия. Конечно, Азербайджан не заинтересован в том, чтобы искусственно портить отношения с Францией, но и отступать перед ее высокомерным поведением Баку не станет. Решением своего сената Франции лишь мешает уважению к себе, Азербайджан же этим не смутить и не заставить свернуть со своего пути, сказал наш собеседник. Азербайджанский депутат посоветовал армянам не питать особых иллюзий относительно того, что Франция может помочь им реализовать их претензии на азербайджанские земли. Мусабеков напомнил, что Франция, которая победила в Первой мировой войне и навязала проигравшей Османской империи несправедливый Северский договор, вынуждена была впоследствии отказаться от него. Пойти на соглашение с правительством Ататюрка и подписать Лозаннский договор, оставивший армян ни с чем. Армяне, питавшие тогда большие надежды на Франции, вынуждены были идти на поклон конкоре и Москве и довольствоваться карским и московским договорами, обеспечившими ей хотя бы такое присутствие на карте мира. Как бы армянам снова не ошибиться, впав сегодня в эйфорию в связи с позицией Парижа, считая, что Франция окажет какое-то особое давление на Баку, и тот дрогнет и пойдет навстречу армянским притязаниям. Тот мир, который сегодня предлагает армянам Азербайджан, через некоторое время Армении придется вымаливать. Вот о чем стоит подумать нашим соседям, сказал Расим Мусабеков.